Всем привет! На этот раз будет продолжение серии небольших технических обзоров популярных микропроцессоров нашего недавнего прошлого. Герой этого выпуска появился на свет еще в 80-х годах прошлого века, пережил несколько модернизаций и не утратил своей актуальности по сей день. Он продолжает свою деятельность в большом количестве интегральных схем, делающих нашу жизнь лучше. Сегодня на обзоре микропроцессоры архитектуры MIPS. Дизайн первого процессора с одновременно простой и эффективной архитектурой под обозначением R2000 появился в первой половине 80-х годов в Стэнфордском университете. Аббревиатура MIPS обозначает микропроцессор без взаимосвязанных этапов конвейера. Философией этого проекта стало крайнее упрощение набора команд, что наилучшим образом сказалось на сложности декодера инструкций и всего процессора целиком, но, пожалуй, главное в этой архитектуре это конвейеризация всех внутренних операций. Устранение аппаратных блокировок между пятью этапами конвейера означает, что каждый из этапов выполнения инструкции происходит на различных частях процессора. Это позволяет выполнять несколько инструкций одновременно, но при этом каждая из выполняемых инструкций имеет свою стадию выполнения. В одной из стадий выполнения может быть осуществлен доступ к 32 регистрам общего назначения, расположенным в регистровом файле. Прежде всего отметим, что у групп регистров и отдельных регистров есть свое предназначение. Например, нулевой регистр всегда хранит 0, и это весьма удобно для выполнения различных команд. Второй и третий регистры предназначены для возврата результата из функции. Регистры с четвертого по седьмой хранят аргументы функции, что при небольшом количестве аргументов позволяет не пользоваться стеком. Также общим соглашением предусматривается использование отдельных регистров под нужды операционной системы, указателя стека, адреса возврата из функции и прочее. В процессорах, где не имеется столько регистров, многие величины сохраняются в стеке, что вызывает дополнительные временные расходы на работу с оперативной памятью. В машинных инструкциях под код регистра выделено 5 бит, что и позволяет адресовать 32 регистра. Все пять стадий выполнения инструкции очень хорошо выделяются на схеме и разделены временными регистрами хранения промежуточных данных. Такая внешняя элегантность архитектуры сделала этот процессор, пожалуй, самым распространенным для изучения в технических вузах. Первый этап выполнения инструкции – это ее выборка из памяти программ. Содержимое регистра указателя очередной исполняемой инструкции увеличивается при помощи сумматора, а также регистр может быть загружен произвольным адресом при операции перехода на произвольную инструкцию. Второй этап выполнения команды – это обращение к регистрам. В некоторых инструкциях содержатся коды регистров, предназначенные для их активации. Содержимое регистров переходит далее в следующий этап выполнения. На третьем этапе происходит арифметическая операция над содержимым регистров. Арифметика – логическое устройство предназначено для выполнения самых различных операций над числами. Результат операции сохраняется во временный регистр для перехода на новую стадию. В стадии номер 4 происходит доступ к памяти данных либо для чтения, либо для записи. Для этого необходимо как минимум выставить адрес ячейки памяти, а также в случае записи данных необходимо эти данные уже иметь во временном регистре. На пятой стадии происходит запись содержимого ячейки памяти в какой-либо регистр из регистрового файла. Теперь давайте рассмотрим форматы машинных инструкций, и тут все довольно просто как для понимания, так и для реализации минималистичного декодера этих инструкций. На каждую инструкцию выделено одно машинное слово в 32 бита. Первый тип команды предусмотрен для операции над содержимым регистров и числом, указанным непосредственно в инструкции. Под код команды выделено 6 бит. Под код каждого регистра 5 бит, что позволяет обратиться к 32 регистрам в регистровом файле, а под число выделено 16 бит. Второй тип команды предназначен для переходов на произвольный адрес новой инструкции, и под этот самый адрес выделено 26 бит. Поскольку каждая инструкция имеет размер в 4 байта, то имеет смысл расширять диапазон возможных адресов вызова инструкции. Для этого процессор добавляет к этим 26 битам еще два младших, и в итоге образуется 28-битный адрес. Это позволяет адресовать 256 мегабайт инструкций, что является весьма солидной величиной. Напомню, что исполняемый процесс в памяти состоит из нескольких сегментов, среди которых не только исполняемый код, но и стэк, куча, разделяемые библиотеки и многое другое. Более подробно об этом можно узнать из плейлиста про основы операционных систем на этом же канале. Самый сложный формат машинной инструкции предусмотрен для операций с содержимым регистров. Сейчас не будем останавливаться на подробностях. Корни такого блестящего инженерного решения уходят в 70-е годы и архитектуру PDP-11, однако теперь разрядность архитектуры увеличилась с 16 до 32 бит и появилась возможность адресовать большое количество данных. Процессоры с MIPS-архитектурой, успели поработать внутри компьютеров и это были довольно мощные рабочие станции. До конца 2006 года они применялись и в компьютерах фирмы Silicon Graphics. К концу 80-х и 90-х годов эта архитектура широко использовалась многими компаниями, среди них Digital Equipment Corporation, NEC, Pyramid Technology и Siemens. С середины до конца 90-х годов каждым третьим микропроцессором на рынке был процессор с архитектурой MIPS. Чуть позже эти компьютеры попали под каток компании Intel и постепенно были вытеснены с рынка. Как нам уже известно, посредственность с менее высокой ценой всегда побеждает, если борьба переходит в чисто рыночные рамки. Теперь же, когда рынок практически вычищен, никто не мешает ставить цены в 1000 долларов за один процессор. По счастью, в оборонной промышленности на государственном уровне предусмотрена защита от таких явлений. В России и Китае ведутся собственные разработки процессоров и очень часто в качестве основы выступает архитектура MIPS. Также MIPS процессоры хорошо показали себя в игровых консолях Sony PlayStation 1 и 2 модели, хотя всю сложнейшую работу по отрисовке трехмерной графики на себя взяли уже совсем другие устройства, и рассказ о них – это явно не тема этого выпуска. В настоящее время различные реализации MIPS используются в основном во встроенных системах, например, в смартфонах, коммутаторах, маршрутизаторах и шлюзах. В 80-х годах прошлого века наш мир начал опоясываться паутиной компьютерных сетей. В некоторый момент времени под строго определенные интеллектуальные задачи организации взаимодействия всех участников сети перестали выделять компьютеры целиком, а решили начать производство минимально необходимого и достаточного оборудования. Хоть под пластиковым корпусом и скрывается компьютер, но теперь это весьма недорогое изделие, однако выполняющее свои функции на все 100%. Функции этих устройств совсем не сложные, как правило, все вращается вокруг перенаправления пакетов информации с одного входа на другой выход. Для этого процессор коммутатора анализирует содержимое заголовков информационных пакетов. Мы сейчас не будем разбирать содержимое этих заголовков, однако стоит отметить, что адресные части пакетов состоят из 6 байт у самых низкоуровневых пакетов и 4 байта у пакетов уровнем повыше. В сетевых технологиях все основано на вложениях пакетов более высокого уровня в пакеты низкого уровня. В современной шестой версии протокола на адресную часть выделено целых 16 байт. Поскольку адресные части составляют не менее 4 байт, то и процессор для эффективной обработки информации должен иметь регистры и арифметика логическое устройство разрядностью не менее 32 бит. Разумеется, герой этого выпуска процессор с архитектурой MIPS подходит для таких задач гораздо больше, чем любой 8- и 16-разрядный процессор. Видимо, поэтому MIPS неплохо обосновался в большом количестве наименований сетевых устройств. С 1997 по 2005 годы компания Realtek выпускала семейство популярных интегрированных контроллеров сетевого интерфейса Fast Ethernet. Контроллеры реализуют в одной микросхеме несколько нижних уровней модели взаимодействия открытых систем, имеют интерфейс PCI для связи с компьютером и поддерживают работу на скоростях от 10 до 1000 Мбит с секунду по витой паре. Благодаря доступности и невысокой цене как самих контроллеров семейства, так и карт на их основе, а это от 6 до 13 долларов, а также простого интерфейса, сетевые карты Realtek были широко распространены. В начале 2000-х годов Realtek занимал около 65% рынка контроллеров Ethernet. Да, конечно же нужно добавить, что микропроцессоры архитектуры MIPS составляли основу всех этих чипов. Компания Sigma Designs, производитель основной части аппаратных декодеров жатого видеопотока для бытовых медиаплееров, выпустила три микросхемы. Все они поддерживают основные форматы видео высокого разрешения, и в качестве центрального управляющего вычислителя мы можем видеть все тот же процессор с архитектурой MIPS. Это не только дань уважения архитектуре и студенческой жизни людей, ставших впоследствии инженерами самого высокого класса, это действительно очень популярный и удобный в использовании процессор, для которого написано большое количество программного обеспечения, начиная с компиляторов и языков программирования. На этом небольшой обзор завершен. Всем спасибо за просмотр. Не сочтите за труд отметить лайком, если понравилось. А также рекомендую посетить канал на ресурсе Яндекс.Дзен по ссылке в описании. Там набралось уже более 100 статей по схожим тематикам. Всего вам доброго и до новых встреч.